всем привет 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 и добро пожаловать на мой канал я дома поездка наша закончилась и я вам хочу немножко рассказать о вчерашнем дне в общем все что было запланировано частично она вообще не удалось не получилось от слова совсем сейчас вам начну жаловаться нашим планам не суждено было сбыться вчера утром как был запланирован день с утра едем наверх на гору добрас там молодежь катается мы смели как дожидаемся потом собираемся и едем на озеро эдергир правильно говорю эгер дыр эгер дыр поехали на гору они там два раза скатились вчетвером и в один раз дверь с уром скатились с горы протяженность трассы три с половиной километра вот представляете то есть это вот наклонные спуски три с половиной километра в общем да мирчик молодец молодец керемчик конечно там был на этой горе самый маленький кто ездил на лыжах то катался скатался с этой с горы но он молодец и два раза скатился умница ну и дыр мирчик соответственно тоже вот вчера было очень холодно там на горе прям холодно-холодно ветер какой-то но мы с настей эти были в отеле вот отельчик ну при отельчике там ну типа ресторанчика что-то такое вот и самое что там ценное в ресторанчике это что там весь пол у стерен коврами ковролин постелен и настя там было раздолье она там ползала по всему по всему ресторану людей там практически нет никого вот ползла по всему ресторану и весь персонал и ресторан ее там развлекал они этому чуть-чуть или всякое такое она на них там кто вы кто вы кто вы кто эти люди вот и стены там украшенные какими-то головами чуть-чуть его там какая-то коза какая-то там корова ну бык вот она все на них тоже значит смотрела так и интересно было вот почему собрались мы поехали какие планы мне я хотела снять видео я думаю мы сейчас приедем на озеро красивые виды заснеженные горы вода мы там значит сядем на бережку я достану телефончик и вам все расскажу покажу но когда мы собрались ехали кстати очень живописная дорога когда мы наконец-то добрались до этого озера причем мы едем это воскресенье мы едем по идее люди должны там там есть пикниковые зоны прям на у на озере вдоль озера будет побережье этого вот и никого нет я не могу понять от чего люди-то ну где они обычно штурки они любят вот там выйти на природу на берегу моря ли там водоема какого-то речки сидеть там чай пьют пить а тут никого как вымерло все что такое чем приехали мы туда нашли место там вот горы живописное место какой-то парк там мангальная зона организована но когда мы открыли двери машины и вышли на улицу я поняла что все наши планы рухнули потому что волнестерпимо холодный ветер просто нереально холодный ветер я ну я думаю ну что мы что русские не сдаются думаю буду снимать видео ну когда я достала камеру и сняла несколько буквально там один кадр я поняла что я делать это нет не могу я сейчас к ставлю кстати вставлю кусочек видео смотрите на меня какой у меня там вид и какой сильный ветер пока мы ехали по дороге я тоже там снимала нет некоторые видео и кадры этой красоты тоже сейчас сюда вставлю посмотрим что вставлю что ставлю я видео не удалось снять мне и я поняла что кроме ветра вы не услышите ничего и я решила просто снять панораму показать вам это озеро красиво невероятно вы не поверите так красиво вот представьте себе заснеженные горы на них там кое-где какие-то там елочки и вода волна но озеро ну знаете какое-то ну грязная вода грязная но я думаю что это из-за того что вот волна ветер вот это все набивает смотрите тут даже есть пикниковые зоны то есть можно приехать сюда своим стульчиком он там жарят что-то к воде уж подходить не буду грязноватая вода потрясающе как будто какой-то нереальный совершенно мотор вся такая вся разная-разная интересно летом здесь купаются вот такие каменюки все вряд ли может быть это в другом месте есть какие-то пляжи где купаются он видите сейчас я приближу если видите на горе такой домик думали что там такое не знаем что думали подъедем посмотрим красивый просто вид там а это военная база какая-то военная закрытая туда не подъехать очень холодно очень-очень холодно ветер просто пронизываю сам город мне понравился это кстати недалеко это километров 200 наверно там талия провинция конья и город также называется дер гир красивый город он такой прям очень красивый такой миленький такие у нее там домики вот он так очень красивый художник Продолжение следует... 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 Ну, потому что зачем они там? Кому они там? Я вообще не планирую там жить. И думаю, что когда-нибудь я это продам, всю эту историю. Потому что мне она не нужна. Вот. У меня там была куча тарелок. Эти тарелки все остались у Гали. Я ей подарила. Она их повесила на стену. И теперь я смотрю на нее, на эти тарелки, когда общаюсь с Галей. Вот. А сейчас я решила, что я буду покупать часы. Вот у меня уже есть одни часы из Стамбула. А это вот такие вот часы тарелка. Тоже буду здесь собирать тарелки. Но хочу, чтобы они какие-то функционалы унесли. Вот это вот, значит, с часиками. Я думаю, что я и найду ей место. Повешу. Может быть, под кондиционер. Буду смотреть. Ну, и сейчас посмотрим еще и остальные покупки. Что я еще купила? Я купила вот такую вот упаковочку. Ой, все, попадало. Упаковочку мыла лавандового. Ну, написано натуральное. Ручной работы. Ну, не знаю. Мыло всегда в доме нужно. Такая красивая упаковочка. Подарочная. Будем мыть руки. Так, это магнитик с розочками. Сейчас пойду его на холодильничек определю. Вот такой, даже не знаю, это, ну, типа освежителя воздуха. Так и ставится в комнатах там или в ванной комнате. Сейчас я открою и в какой-нибудь комнате это поставлю. Вот такой вот пузыречек с жидкостью. И к нему палочки ставишь. И вот такой будет приятный запах. Ну, и лосьон для лица. Но это уже вот с розой. Этот немножко помялась коробка при транспортировке. Ну, вот подарю такой вот лосьончик Оле. Я думаю, что ей понравится и он ей понадобится. Ну, лосьон всегда нужен. Для лица какой-то вот. Что-то для лица. Из роз. Вот такие покупки. Всё, вы посмотрели мои покупочки. Я довольна. Вообще, я в целом поездкой очень довольна. Кто-то написал там, я бы вот не поехала. И что вот там ехать, холод такой. Я бы вот осталась бы дома и с ребёнком. Ну, вот вы поймите. Не надо никогда откладывать на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. Так говорил мой папа. Всегда так говорил. Поэтому, ну, что мне ждать? Курорт этот Доврас, это зимний курорт. Чего ждать? Следующие зимы? Что изменится? Сейчас съездили, я это увидела. Мне это понравилось. Что сидеть дома? Оставить мне Настю. Во-первых, Настя очень маленький ребёнок. Ей десяти месяцев нет. Я, если честно, боюсь с ней оставаться. Вот, ну, мама есть мама, а бабушка есть бабушка. Я вот опасаюсь с таким маленьким ребёнком оставаться на несколько суток. Ну, вот честно вам говорю. И потом, даже если бы я не боялась и осталась с ней, я бы не смогла вывести собак. Потому что, ну, вот представляете, две собаки на поводке, коляска, это выйти, спуститься, куда-то идти на наш пустырь, где гуляют мои собаки. Такий смысл тогда выйти. Им же нужно прогуляться и дела поделать. А я тут с коляской. Как я поэтому пустырёнок с коляской? А на руках её держать ещё хуже. Ну, в общем, чисто технически это невозможно. Ну, конечно, можно попросить кого-то, чтобы кто-то приходил. Тут Олю ту же самую собак гулял. Ну, прям совсем уже. Я тут такая дома. Придите, погуляйте моих собак. Ну, я считаю, что это неправильно. Вот. Другое дело, я уехала, Олю попросила, она вот их прогуляла. Они счастливы были, когда я вернулась. Прям очень-очень. Вот. Так что вот съездили, слава богу. Никто не пострадал. Одевались очень тепло. Потому что накануне я купила себе в магазине тёплые вещи под этим... Бельё, термобельё. Вот, собственно, я вам говорила, что я купила кое-что, что мне нужно. Вот. И, в общем, замечательно провели время, выходные. И я надеюсь, что в следующий раз, в следующие выходные мы опять куда-нибудь поедем. В какой-нибудь отель. Я, если честно, уже соскучилась по отелям. Уже хочется куда-то поехать, что-то посмотреть и что-то вам показать. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели моё видео. Спасибо, что послушали меня. Вот там мне многие пишут, о, как вы долго говорите. Ну, вот такая я. Вот рассказываю вам и рассказываю то, что не могу показать, рассказываю. Рассказываю свои мысли, рассказываю свою жизнь. Ну, спасибо, что смотрите. Терпение вам и мне. Мне, чтобы прочитать такие комментарии, а вам, чтобы выслушать меня. Всё. Всем спасибо. Увидимся в следующем видео. И да, что я хотела сказать. Забыла. Спрашивают про телеграм-канал. Я есть в телеграме. Я, наверное, оставлю реквизиты под видео. Ну, найти меня можно в группе, в чате. Турция и... Как она называется? Танина. В общем, тоже ссылку оставлю на чат в этой группе. Есть ещё группа Танина из Турции, от Турции. И к ней прикреплён вот этот чат. Я раньше... Уже давно-давно этот чат существует. По-моему, уже года два, если не больше. Но в последнее время он пополнился новыми подписчиками, новыми участниками этого чата. И там... Я там бываю. Раньше, вот, иногда с год я там не была. Просто некогда было. Ну, а вот сейчас, в связи с тем, что Инстаграм для России закрыт, Фейсбук закрыт, хотя на Фейсбуке я и не была. Вконтакте не люблю. Не люблю эту соцсеть Вконтакте. Вот почему-то она мне не зашла, не идёт. А в телеграме мы с вами увидимся. Так же, как и увидимся с вами в следующем видео. Сейчас хочу сказать вам пока-пока.